В Екатеринбурге в Центральном окружном военном суде по совокупности приговоров к 12 годам зоны строгого режима был приговорен 31-летний азиатский террорист-педофил, который из зоны, то есть во время отбывания срока, с помощью запрещенной мобилы распространял в интерсети запрещенную идеологию запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Вычислили этого апологета терроризма свердловские чехисты, которые, собственно, сегодня и сообщили о приговоре. В пресс-релизе у ФСБ сообщается, что свой предыдущий срок уроженец Центральной Азии тянул за неоднократные преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, то есть за педофилию. На зоне этот извращенец организовал нычку в тумбочке под баком с кипяченой водой, в котором хранил мобилу, и через нее он распространял в сети то, что распространять не надо. В январе 2021 года чекисты выяснили, откуда вещает вражина. Сотрудники колонии провели шмон, мобилу обнаружили и изъяли. А педофилу-извращенцу еще дополнительно вменили в вину 205.2, часть 2 УК. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием интернета. Вилка наказания предусмотрена от 5 до 7 лет зоны. Центральный окружной трибунал выписал ему приговор с учетом неотсиженного срока за педофилию. И получилось комбо. И педофил, и террорист. Два в одном. Этакий террофил или даже педорист. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по уголовному делу, возбужденному следственным подразделением ОФСБ по статье 205.2, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и оправдания терроризма, Центральным окружным военным судом 31-летний иностранец признан виновным в совершении инкриминируемого преступления. Путем частичного сложения приговоров с теми, которые были ранее вынесены, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием в колонии строгого режима и лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов сети интернет.